На Луганщине началась жатва. По прогнозам, область соберет более 1 миллиона тонн зерна. Трейдеры выставляют одну из самых низких цен в Украине. В регионе планируют создать достаточный запас хлеба и со временем поднять закупочные цены. Как собираются это сделать, узнавали мои коллеги с Луганского областного телевидения. Больше миллиона тонн ранних зерновых планируют собрать в этом году на Луганщине. Урожай обещает быть высоким, но из-за большого количества влаги во многих хозяйствах есть проблемные участки полей. Випало очень много осадков, очень полегло и пшеницы, и есть много зелени, но все равно выбираем. Есть влага, выбираем из того, что самое сухое. И сейчас те, что собираем, я хочу сразу вивезти на аграрный фонд. Трейдеры, еще ничего, обещанок нема, цены стабильно и нема. Сегодня цена от зернотрейдеров и аграриев, и областную власть не устраивает. Сегодня нет уже такой причисткой ситуации ни с горючим, ни с тем, где его зерно очистить. Сегодня есть проблема, как правильно и дороже продать. И разрыв между ценой соседних областей очень высок. В Луганской области один из самых низких уровней закупочных цен в Украине. Зернотрейдеры низкой ценой стараются компенсировать транспортные затраты. В области не хватает своих перерабатывающих предприятий. Если построить современные мельницы, то и закупочная цена вырастет. Вывозим в Харьков, перерабатываем и назад закупаем в виде хлеба, в виде муки. Задача я уже как бы просчитываю сейчас специалистами. Все-таки нам нужен комбинат мукомольный, где-то в пределах минимум 300, максимум 500 тонн в сутки. Бывший фермер, а ныне губернатор Гарбус считает, что необходимо увеличить запасы зерна на элеваторах с 30 до 100 тысяч тонн. И советует, дождавшись хорошей закупочной цены, выгодно его продать.